Здравствуйте! Это программа «Тема дня». Сегодня говорим о том, как в Севастополе уничтожается свобода мнений и слова. Накануне ряд депутатов законодательного собрания продавили решение о сокращении финансирования нашей телерадиокомпании. Я напомню, что группа народных избранников, которых называют группой Чалова, угрожала не принять бюджет всего города, если правительство сохранит наше финансирование. Понятно, что правительство на это не пошло. В итоге все наши СМИ, а это два телеканала, две радиостанции и два интернет-СМИ, оказались под угрозой закрытия. И мы обсуждаем эту ситуацию с депутатом законодательного собрания Татьяной Вусатенко, которая была свидетелем событий в парламенте, связанных с нашей телекомпанией. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Севастопольцы. Да, и в первую очередь хотелось бы, конечно, понять, какая Ваша позиция в этом вопросе. Вообще, как Вы относитесь, справедливо ли так урезать финансирование нашей телерадиокомпании? Дмитрий, ну, конец года, всегда такое событие, как принятие такого важного документа, как бюджет. Как правило, люди радуются. Это стабильные заработные платы, развитие города. И очень мне искренне жаль, что заложникам принятия бюджета 2019, плановые 2020-2021 годы, стали, к сожалению, увы. Чуть более месяца назад мы с Вами встречались, и тогда уже было понятно, что телерадиокомпания «Х» будет предметом торга определенной группы депутатов. Ну, сегодня мое выступление было, наверное, тоже эмоциональным. Я им пояснила, что маски сброшены, и уже не прикрываясь, люди требовали сокращения Вашего финансирования. Вы знаете, такое впечатление, что предметом этого торга стали не деньги, да, а вот такое впечатление, что отдельный круг людей хочет контролировать вообще повестку в городе. И если наши СМИ, которых я уже перечислил, достаточно много закрываются, то, по сути, альтернативной точки зрения в информационном пространстве города не остается. Я прав в данном случае, как Вы считаете? Я думаю, не только Вы правы. Еще на прошлом заседании наш коллега по партии ЛДПР Илья Журавлев с трибуны законодательного собрания сказал о том, что он поздравляет первый созыв законодательного собрания и определенную группу депутатов, так называемую в народе команду Чалова, с тем, что на предыдущем заседании состоялась приватизация законодательного собрания. И это очень такой тревожный сигнал. Сегодня повторила, что после приватизации законодательного собрания четвертая важная ветвь власти – это средства массовой информации. И бюджет этого следующего года это подтвердил. Я считаю, что это очень серьезная атака на государственный канал. И я считаю, что действительно Вы объективно показываете то, что происходит в городе. У Вас реально альтернативная точка зрения на события. Новости позитивнее. Интересно, что газета законодательного собрания, финансирование газеты депутаты сохранили. И при том, что издание за деньги бюджета, за деньги налогоплательщиков рассказывает только о работе части депутатов. Вот Вы когда-нибудь попадали на страницы этой газеты? Знаете, я не отслеживаю севастопольские известия. Знаю, что если я там и бываю, то крайне редко за четыре года единственное раз обратилась написать воспоминания ветерана Великой Отечественной войны. И поступила такая просьба от севастопольцев. Правда, исполнили очень хорошо и были довольны. Скажите, Татьяна Анатольевна, а Вы в целом как оцениваете работу, вообще ситуацию со СМИ в городе? Вы знаете, я перестала читать интернет-ресурсы. Обращаю внимание только на те ссылки, которые мне сбрасывают либо помощники, либо люди, которые считают, что мне необходимо обратить внимание на ту или иную публикацию. И я приверженец, наверное, телеканала ИКС, поэтому мне сложно. Новости севастопольские смотрю Вашего канала. Скажем, много лишней информации, которая, наверное, забивает мозг, который нужно в определенном направлении. Дмитрий, ну лист его. Какой-то определенной информацией закрывать. Она просто необъективная. Когда ты знаешь, находишься в центре событий, мы не зря в поддержку государственного канала тогда вышли, когда они пускали средства массовой информации в зал заседания. И ты понимаешь, что того, как развернуты камеры и как они выхватывают тот или иной момент, конечно, очень многое зависит от трактовки всей ситуации и событий. И объяснять каждый раз, ну, не тот повод был, и контекст был вырван, и слова звучали не так. И мы все наблюдали вот совсем недавно баталии между одной и другой ветками власти. Поэтому я считаю, что объективно можно только преподавать разные средства массовой информации. Мне очень жаль, правда, что... Мы не перестаем бороться по поводу открытости СМИ, по поводу того, что СМИ должны быть и на заседаниях и так далее. А пока еще все-таки, наверное, в этом направлении стоит работать, мы сдаваться не собираемся. Но вот по теме, о которой мы говорим, по поводу финансирования, урезания финансирования, мы пообщались с главой Союза журналистов Севастополя Сергеем Горбачевым. Запись по скайпу я предлагаю посмотреть и продолжить наш разговор. В данной ситуации очевидно, что существование самого телеканала ИКС, курс его не устраивает определенных, ну, скажем, политиков местного разлива, так скажем. Вот подоплека видится именно такой. Ну, это в данном случае речь идет о, в принципе, нравится-не нравится, кому больше нравится, кому уха. Ну, а позиция депутатов, она, честно говоря, мне не совсем понятна. Я не понимаю, как можно ухудшить что-то. Это касается не только телевидения. Если, к примеру, в предыдущем бюджетном году мы жили по одним параметрам и по одним правилам, и тут вдруг в пять раз все становится хуже, почему? Why? Как говорят англичане, там, американцы. Почему? Какие мотивы? Было сто, образно говоря, округляя, и стало двадцать. Не понимаю этого. Или требуется определенное разъяснение, или железная аргументация. Я думаю, что преднамеренных ухудшений не должно быть ни в чем. Я думаю, канал будет жить из этой ситуации, правительство выйдет. Без развития поля обойтись невозможно. Оно должно быть многосторонним, многоуровневым, многогранным. Не должно быть монополии на информацию. Люди иметь должны право выбора. Ну а журналисты, наверное, должны конкурировать, в том числе, исходя из принципа «все для потребителя», для севастопольца. И в этом плане принципами этой конкуренции, ну кроме, скажем, комической составляющей, без этого никуда, должно быть одно – объективность, насыщенность, развитость информационного потока, объективность, правдивость – «все для людей». Ну а то, что касается самого телеканала, его судьбы, я вообще не воспринимаю этой ситуации как критической с точки зрения того, что вот канал прекращается в существовании. Да нет. Я думаю, что в данной ситуации и губернатор Дмитрий Владимирович Осяник, как он прекрасно понимает значение канала в году 75-летия освобождения Севастополя, в году выборов, в году юбилея первой героической обороны и так далее, в общем-то, в значимом таком году, он понимает значение канала, да и в целом в нашей повседневной жизни, и найдет возможности, ресурсы, решит организационные, может быть, кадровые какие-то иные проблемы с тем, чтобы минимизировать вот ту ситуацию, которая сложилась. Вот Сергей Павлович не воспринимает вообще ситуацию о том, что канал может быть ликвидирован, да, обосновал свою позицию, он сказал, вот было 100, стало 20, понятно, что речь идет о финансировании, о деньгах, о рублях, вот. И депутат Вячеслав Аксенов уже высказывал мысль, что 100 миллионов — это слишком много на содержание СМИ. Ну, хотелось бы вот в этом контексте узнать, является ли господин Аксенов экспертом вообще в этой сфере. Дмитрий, я тоже согласна Сергею Павловичу Горбачеву, что я не верю в то, что канал может прекратить свое существование, и возлагаю большие надежды на нашего губернатора, что как-то этот вопрос должен будет решиться. Надеюсь, что и контентом ваши коллеги с Крыма вас поддержат, и финансирование все-таки так или иначе будет возобновлено. Со своей стороны еще тоже хочу вас поддержать и сказать, все зависящее от нас, от нашей группы депутатов, мы, безусловно, сделаем в борьбе за восстановление вашего финансирования. Но, к сожалению, я уже говорила, 13 голосов, они иногда приносят вот такой результат, и ими, думаю, что в большей части злоупотребляют. Что касается эксперт Аксенов или нет, но, наверное, этот бы вопрос лучше ему задать. Может быть, он оценивает себя экспертом и в этой области, но как человек, тоже не очень хорошо разбирающийся в средствах массовой информации, просто как любой потребитель, как любой севастополец, мне нравится больше ваш канал. Я бы не назвала Вячеслава Викторовича экспертом. И это не только в области СМИ, но это мое сугубо личное мнение. Вот, кстати, как вы вообще расцениваете наши условия? Вы довольно часто к нам приходите. В каких условиях мы живем, по вашему мнению? И, возможно, господин Аксенов услышит это и поменяет свое мнение. Я хочу вам сказать, что они очень сильно отличаются от условий депутатов законодательного собрания, от тех ремонтов, которые мы смогли сделать у себя на Ленина-Трие, и даже от подсобных помещений. Возможно, может быть, у нас тоже тесновато, и не все имеют возможность иметь просторные кабинеты. Я имею в виду сотрудники аппарата законодательного собрания. Но мне бы искренне хотелось, чтобы вы получили хорошее современное здание с хорошей аппаратурой. Вы знаете, нам бы этого тоже очень сильно хотелось, особенно те волнения, которые сейчас возникают, опять же из-за того уже недофинансирования. Но мы как бы все взрослые люди и понимаем реальные вещи, сколько хватит и сколько не хватит, для того чтобы хотя бы выжить и объективно рассказывать информацию. Мы опрашивали некоторых экспертов, у них есть такие опасения, что информационная повестка в городе может быть монополизирована частными СМИ, чья позиция далека от государственной. И, собственно, как вы считаете, есть ли вообще такая опасность? Здесь я могу уже говорить не как экономист, а как человек, который все равно так или иначе в политике. Ну, да, просто и откровенно да. Я считаю, что определенные люди заинтересованы в монополии на информацию. Притом, я говорю, не всегда объективно, и далеко не всегда объективно. И мы же уже с вами только что в предыдущем вопросе говорили о том, что было приватизировано законодательное собрание. И следующий этап, как многие сейчас говорят, времена олигархата у нас в Севастополе наступили. Так вот, следующий этап, он логически правильный для политика олигарха, это сделать монополию на средства массовой информации. То есть частным сектором контролировать умы города. Как-то так, да. Ну, как-то так получается. Вернее, это уже наяву получается. Да, мы пообщались еще с одним экспертом. Это политолог Вадим Радашов. Он нам рассказал тоже свое видение этой ситуации. Давайте послушаем, продолжим. Давайте. Ну, во-первых, это типичный пример наступления на свободу слова, свободу информации. Поскольку в данном случае будет отражаться мнение только одной части власти. Допустим, там исполнителями, распознательными, неважно. Вообще, конечно, чтобы был нормальный диалог с обществом, должна быть информация как с одной стороны, так и с другой стороны. Почему эти вещи происходят? Вообще, позиции в Севастополе довольно сложные вот с чем. Севастопол всегда считал себя особенным городом. Во времена Украины постоянный был, так сказать, сопротивление украинизации Киеву и так далее. И люди привыкли как бы сопротивляться всему, что происходит сверху. Теперь многие до сих пор не могут понять, я имею в виду русских патриотов, что сегодня уже не оккупационный Киев на Севастополь пытается давить. Сегодня речь о России, в которую мы так хотели, мы вернулись и так далее. И воспринимать сегодня, сказать, власть как пришлую из Москвы, это просто некорректно. Люди немножко заигрались в этом смысле. Почему такое происходит? Дело в том, что многие украинские конкурсанты, которые теперь стали российскими, например, в Севастополь, имели определенные свои, так сказать, преференции. Они привыкли решать все, приходят в госадминистрацию, решают то, что им надо. Сегодня у них эти вот так манеры и остались. Когда приходят российские руководители, там система по-другому. Все-таки центр Москва имеет свои определенные, так сказать, интересы по Севастополу и так далее. Поэтому люди этого не понимают и продолжают жить по старинке, как бы при Украине. Это все метастазы бывшей украинской, так сказать, системы. То, что они урезали финансирование, это очередное наступление на исполнительную власть, которую эти вот коммерсанты считают чужой, как бы пришлой. Они раньше были полными хозяями в городе, а теперь, видимо, оно не совсем так. Например, в свое время, пару лет назад, они возмущались. Год их не уставило Миняйло. Берем Миняйло, он нам не нужен. Тогда они спрашивали, ребята, а вы подумали, а может будет еще вам сложнее, придет еще более такой активный, грамотный человек. Вот они убрали Миняйло. Теперь, значит, уже по рекомендации Кремля, севастопольцы избрали, проголосовали за другого человека, Овсянникова. А они до сих пор не могут понять, что разница между меня и Овсянниковым в том, что Овсянникова избрал народ Севастополя на пять лет. Избрали, ребята, теперь этот человек будет делать то, что положено. И интересы севастополец этого одно, и еще интересы именно российского государства. Они эти немножко вещи забывали. Люди пришли на плечах Крыльской весны, быстро пришли к власти, они были избраны на матриатических началах и так далее. И у них немножко другие представления. Сегодня у них остались, опять же, вот те вот украинские нотки, метастазы Украины. А мы другие, а мы не такие. И они считают, что они представляют интересы всего Севастополя. Я думаю, выборы новые в Севастополе покажут, что сегодня ЗАГС Собрание не настолько отражает мнение всех севастопольцев. А во-вторых, люди, которые принимают эти вещи, некоторые не до понимания, а некоторые, кто принимал такое предложение, понимают, что они делают. Это не просто так делается. Я уверен, что люди, которые инициировали уменьшение бюджета финансирования телестудии по Севастопольской станции, они, конечно, понимают. Но объясняют уже тем, кто голосует, типа, вот, нужно там экономить деньги и так далее, и так далее. Красивыми словами. Эта акция четко продумана. Как вы к такому мнению относитесь, что действительно это было связано как-то еще с какими-то украинскими временами? Возможен такой вариант? Ну, мне кажется, неизвестно от того, украинские это времена или другие политические технологии, они есть грязные, более грязные. Но то, что это одна из политтехнологий, это 100%. Татьяна Анатольевна, а если говорить о бюджете в целом? Вот губернатор накануне уже напоминал о том, что бюджет каждый год становится предметом торга, и аппетиты каждый раз растут. В 2016 году это говорили о трех ставках в аппарат ЗАГС Собрания, в 2017 году это зарплаты депутатов, в этом году уже фактически о монополизации информационной повестки. Вот что дальше? Ну, как вы считаете, вот что может быть в данном случае дальше? То есть, возможно, какие-то еще дальнейшие усугубления этой ситуации? Или все-таки прогнозировать достаточно сложно пока что? Дмитрий, я вот по тенденциям, которые идут, да, даже не хотелось бы прогнозировать, это какая-то у меня печальная картинка. Новый год все-таки такой волшебный праздник, и не хочется думать о плохом. Я думаю, что все-таки это в 2019 году как-то прекратится, путем того, что все-таки севастопольцы понимают, что происходит, и не допустят больше такого. Я на это искренне надеюсь. Ну, я бы еще понял, если бы битва шла за строительство детских площадок, например, во дворах, или благоустройство, даже открытие общественных приемных депутатов, это было бы понятно, да? Но ведь, мне кажется, речь как-то идет о личных каких-то сугубо меркантильных вещах, которые не касаются жителей города, в принципе. Дмитрий, я, наверное, сейчас скажу крамольные вещи, но, по-моему, это было в конце 2015 года, когда я действительно почувствовала, что Новый год волшебный праздник. Это когда Алексей Михайлович провозгласил свои отставки. Правда, еще долго потом не складывал там полномочий и так далее. Ну, действительно, я поздравила всех севастопольцев и коллег с таким неожиданным подарком. Ну, а далее, вы сами помните, ни один бюджет, по сути, мы не приняли без того, чтобы так или иначе это не являлось определенным шантажом со стороны коллег. Притом, в более или менее части очень необоснованные требования. Тут нужно было либо разбираться, но некоторых коллег я не считаю экспертами в бюджете, в принятии бюджета. Ну, кто-то имеет действительно профильное образование и понимает, во всяком случае, о чем речь идет и как строится бюджет. Вот. И, ну, этот год совсем вышел за рамки моего понимания. И сегодня Илья Вячеславович Пономарев правильно сказал, что этот созыв, первый созыв принимает последний бюджет. И я искренне обрадовалась этому, потому что, конечно, сложно, когда ты понимаешь, что за тобой стоит обеспечение и финансирование всего города. И вот сейчас заложниками принятия бюджета следующего года стали вы. А что может быть в 2020 году, мне даже сложно представить. Да, но, к сожалению, идет по нарастающей и не позитивной, а негативной нарастающей, поэтому спрогнозировать достаточно сложно. Но будем надеяться, что ситуация будет только улучшаться, а не ухудшаться, как эта тенденция сохранялась. Ну и последний вопрос. Руководство нашей телерадиокомпании ищет выходы из ситуации. Все-таки это крик души, да, это тема нашего эфира сегодняшнего. Но я надеюсь, что мы сохраним наш медиахолдинг, да. Но все же, вот как народные избранники, как представители интересов жителей города, смогут ли депутаты как-то нас поддержать? Ну я имею в виду, конечно, ответственные депутаты. Ну, правда хочу сказать, что я не разделяю вопросы голодовки. Я считаю, что все-таки нужно более такими путями решать эти вопросы. И если вдруг мой личный голос как депутата нужен будет для принятия восстановления вашего финансирования, я с радостью и обоснуюсь трибуны этот вопрос и проголосую за. Мне нравится, как ваша компания развивается. А я вам хочу сказать спасибо большое за поддержку. Она сейчас нам точно необходима, но я думаю, что все в итоге будет хорошо. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо, что пришли к нам в студию. Дмитрий, спасибо большое. И пользуясь случаем, уважаемые севастопольцы, поздравляю всех с наступающим 2019 годом. Пусть в ваших семьях всегда царит радость, счастье и любовь. Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, что это была тема дня. У нас в студии была депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Высатенко. И мы обсуждали итоги работы над бюджетом города и как следствие лишение финансирования нашей телерадиокомпании. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин